В этом видео мы покажем, как правильно разделывать оптический кабель в грунт стандартной конструкции ТОС, производства завода Инкап. Разделку кабеля должен проводить обученный и аттестованный персонал. Допускается использование только специального набора инструментов. При разделке механические воздействия не должны превышать допустимых значений для данной конструкции. С подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте инкап.ру. Перед тем, как приступить к разделке кабеля, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу оптической муфты, кросса или другого изделия, куда будет заводиться оптический кабель. ТОС – это конструкция уменьшенного размера с надежной защитой от сильных механических повреждений и высокой стойкостью к раздавливанию. Конструкция может быть в металлическом исполнении ТОС или в диэлектрическом ТОТ. Рассмотрим их подробнее. В центре кабеля находится модуль с оптическим волокном, заполненный гидрофобным гелем. Поверх модуля накладывается слой гидрофоба и броня из стальной проволоки для конструкции ТОС или из стеклопластиковых прутков для ТОТ. Поверх брони наружная оболочка из полимерного материала. Для разделки оптического кабеля ТОС нам понадобится рулетка, чтобы отмерить необходимую длину отрезка для разделки, спиртовой маркер контрастного оттенка или изолента, чтобы отметить место вскрытия кабеля, стриппер для удаления внешней оболочки кабеля Кобификс, плоскогубцы или бокорезы для снятия оболочки, тросокусы для удаления брони, строительный нож для удаления обмоточных нитей, дегель, специальная жидкость для удаления гидрофобного геля, стриппер для снятия оболочек 0,6-2,6 мм для вскрытия оптических модулей, изопропиловый спирт для очищения оптических волокон. Как правильно разделать конструкцию ТОС покажет монтажник Иван. Итак, начнем разделку. Закрепляем кабель с помощью струбцины. Для обеспечения необходимого запаса волокна и последующего монтажа муфты разделываемый отрезок должен составлять 2,5 метра. Отмеряем рулеткой 2,5 метра и маркером отмечаем место поперечного разреза наружной оболочки. Вскрываем наружную оболочку с помощью ножа Кобификс. Сначала настраиваем лезвие при помощи отвертки. Лезвие должно прорезать наружную оболочку на всю толщину. На месте, отмеченным маркером, совершаем поперечный надрез оболочки. Здесь важно следить, чтобы нож совершил полный оборот ровно по окружности. От места поперечного вскрытия к концу кабеля совершаем продольный надрез. Затем аналогичным образом второй надрез с противоположной стороны. Наружную оболочку можно снимать и другим способом, с помощью монтажного ножа. Совершаем поперечный надрез оболочки, затем продольный. Под ней находится броня из стальных проволок, поэтому нет риска повреждения остальных элементов конструкции. С помощью плоскогубцев или бокорезов, начиная с конца кабеля, снимаем внешнюю оболочку. Ножом удаляем обмоточную нить с брони. Отступив 5-7 см от места вскрытия кабеля, при помощи тросокусов удаляем проволоки брони. При разделке диэлектрической конструкции ТОТ произвести те же самые действия с броней из стеклопрутков. Протираем оптический модуль от гидрофобного заполнителя специальной жидкостью Дегель. Для этого наносим Дегель на салфетку и протираем модуль до появления скрипа. Последующие работы по вскрытию оптического модуля, как правило, производятся после того, как оптический кабель уже введен в муфту. Вскрытие оптического модуля производим с помощью специального стриппера. Подбираем подходящее отверстие и проверяем на конце модуля. Делаем надрез оптического модуля, аккуратно стягиваем оболочку и параллельно протираем волокна от гидрофоба салфеткой. Эту операцию удобно производить отрезками по 20-30 см. С помощью специальной жидкости Дегель удаляем остатки гидрофобного заполнителя. В завершении протираем волокна безворсовой салфеткой с изопропиловым спиртом. Разделка оптического кабеля в грунт суперлегкой конструкции ТОС производства завода Инкап завершена. Получите дополнительное профессиональное образование в Центре технических компетенций Волс Эксперт. И пусть Ваша линия связи служит долго!